Здравствуйте, это вопрос по делу. У нас сегодня в гостях Татьяна Магера, знаток блога Сферы, человек, который много лет занимается медиапроектами. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Нина. Ну и для начала хотелось бы уточнить, именно вам принадлежит Пальма Первенца по созданию или попытке создать в России блогерское сообщество. Вот какие были предпосылки для этого, да? Кстати, это был какой год? 2012 год. Расскажите подробнее, что вообще сподвигло. С чего все началось? Началось все с того, что в РИА Новости задумались о том, что мы работаем с разными аудиториями, но не работаем очень плотно с блогерами. Решили как-то узнать этих людей поближе и собрали, провели большой-большой форум блогеров в 2012 году осенью на базе большого информационного агентства РИА Новости в Москве. 200 человек мы привезли. В тот момент я еще так плотно не занималась этим проектом. Когда провели это все, поняли, что мы-то встряли, потому что очень сложно собирать таких людей, очень разноплановых, в серьезном месте. И мы не ожидали, что будет такой неоднозначный фидбэк, потому что отзывы пошли очень разнополюсные, так скажем. Когда говорили, зачем вы нас собираете, вы хотите сделать из нас политических блогеров и политических ботов. Это заказ Кремля. Было ощущение провальности мероприятия, потому что собрали и вот это получили негатив. И тут моя руководство говорит, Таня, займись-ка, пожалуйста, этим. Нам нужно какое-то сообщество, мы не знаем, что с этим делать. Теперь провели мероприятие, но не знаем, что делать. Ну вот с этого я и начала заниматься, начала создавать клуб блогеров. Была идея такая, что мы делимся собственным уникальным контентом с блогерами, всеми новостями, всеми фотографиями. Но оказалось, что все не так просто, потому что блогеры, они же сами поставщики контента, и у них у самих уникальный контент. Поэтому актуальность получения контента от РИА Новости не была востребована, а было востребовано как раз в другие форматы мероприятий, на которые мы-то и начали ориентироваться. Но тем не менее, затея-то удалась? Я считаю, да, удалась, потому что мы первые, кто собрали блогеров в одном месте, перезнакомили их офлайн, потому что они все время тусовались у себя в маленьких уютных жжешечках, в маленьких бложиках, в социальных сетях, но друг друга реально не видели и не представляли. Когда я тоже начала с ними общаться, я общалась с ними в чатиках, в фейсбуке, в жже, и не представляла, потому что было очень сложно. Не видеть человека, понять, что он из себя представляет. Понимаете, ну все равно же какая-то виртуальная маска, есть образ, за которым скрывается совершенно другой человек. После первого униформа как раз мне пришлось работать, и я поняла, что нужно работать как раз с теми людьми, которые писали самые негативные отзывы, самые разгромные публикации у себя в блогах, понять, чем им не понравилось, и что нужно дальше делать, потому что тем, кому понравилось, ну и ладно, или те, кто написал нейтрально, ну все равно, а те, кто наоборот идет против, нужно понимать и как-то из них вычленять какой-то конструктив. А что же было не так? Что не понравилось? После этого мы запланировали, я еще предложила, говорю, давайте делать второй нефорум. Оказалось, что очень важно таких людей собирать не в Москве, не на такой пафосной площадке, а где-то в регионе. Во-вторых, блогеры сами имеют что сказать, и они тоже эксперты в чем-то. Поэтому им важно было задать тон и сделать так, чтобы они выступали, они им говорили, что надо делать. То есть подчеркнуть их значимость. Подчеркнуть их значимость. Понятно. Чем мы занимались, чем я занимаюсь до сих пор. Подчеркиваю их значимость и культивирую, ну вот даже не культ, а просто альтернативную позицию официальным медиа, потому что это совсем другой канал получения информации, канал обмена мнениями. Поэтому вот как-то так пришлось выводить на публику больше экспертное мнение блогеров, а не бренд, под которым ты там делаешь. Да, совершенно верно. Ну и, наверное, поэтому выбрали Сибирь для проведения своих тусовок, форумов. Омск вот меня как бы заинтересовал. Ну, в Омске нет, в Новосибирске мы сделали второй, это уже был не второй форум, это был третий по счету, потому что после первого форума блогеры-то возбудились, они начали говорить, ой, это что-то интересное. И мы сделали пробный такой шар, кинули в Сургут, всю инициативу отдали блогерам, девочки решили сделать. Ну и они делали там, мы просто поддерживали их информационно. Они собрали 100 местных только блогеров из Ханты-Мансийского автономного округа. Все получилось. Тогда я задумалась, почему бы сделать, надо делать большое мероприятие. Мы делали это в Новосибирске, потому что в то время, как я говорю, я жила в почетной ссылке в Новосибирске. И само место было выбрано тоже не случайно, потому что центр России считается, да, вот он такой, столица Сибири. Есть что показать, современный город, и у него все новое, вот всегда я смотрела, все новое, тестируется в Новосибирске, Академгородок, поэтому вот туда... Они это все, особенно в IT-технологиях, они, да, они впереди. Новые технологии, вот это все. А как же Ростов, Ю, как вы оцениваете наших блогеров, их активность, их профессионализм? Есть активные блогеры, я знаю, что недавно здесь Михаил Малышев открыл школу блогеров, в которой он тоже учит и взращивает молодое поколение. Мы с ним договорились сотрудничать, и я думаю, что какие-то там экспертные сессии или мастер-классы мы будем делать вместе. Я только за, когда в регионе блогеры сами начинают активничать и не ждут. Типа, ну приедьте, что-нибудь там сделайте, а сами открывают и делают какие-то интересные вещи и проекты. Татьяна, все-таки конечная цель вот вашей затеи, вашей деятельности, собрать их в какую-то организацию, да, организационное сообщество? Организации точно нет. Но тем не менее, какая вот конечная цель? Чтобы меньше у нас было, я не знаю, троллинга, да, например, есть какие-то конкретные цели? Негативы, грязи какой-то вот в интернете? Мне важно уж получить профессиональное сообщество. Вот знаете, когда они там что-то пишут себе, какие-то потоки мыслей, как-то фотографируют с заваленным горизонтом, ну тоже ок. Но когда человек понимает свою ценность как блогера, понимает ценность своего блога, уже совсем другая ступень профессионализма. И когда ты делаешь еще сообщество, они же понимают, что, ну это как цех такой, как в средневековье были цеха, да, гончарные, еще что-то. И здесь они понимают, что они не разрозненно, там один сидит в Багадане, второй сидит в Калининграде и сами по себе. А понятно, что они могут собираться вместе, что-то делать. И когда, например, есть какие-то заказы на блок-туры, тогда очень просто объяснить заказчику, что есть профессиональное сообщество людей, там пул блогеров, который точно расскажет и покажет, как есть на самом деле, они будут лить чернуху, желтуху или просто троллить друг друга. Троллинг, конечно, ну не исчезнет он. Но вместо всего можно, я думаю, таким путем. Пусть будет какое-то ядро, которое будет задавать новый уровень, новое качество этого контента уникального, за которым они все гоняются, и показывать какие-то интересные вещи. Потому что не все можно публиковать в СМИ, в официальных, не все можно показывать по телевизору. А это такая площадка, в которой можно высказаться и получить еще обратную связь. Причем чем профессиональнее это будет сделано, тем больше людей будет к тебе идти. Ну да, совершенно верно. Ну а, кстати, о каких-то секретах, нюансах ведения блога можете нам рассказать? Может быть, для тех, кто планирует это сделать? Я думаю, что секретов как таковых нет. Важно писать и хотеть это делать, писать. И важно уметь планировать и понимать, для кого ты пишешь. Все-таки конечный потребитель информации, он важен для блогера? Я думаю, это только для журналистов. Нет, очень важен, потому что ты стиль выбираешь, как писать или как преподносить информацию. У блогеров уже есть целые специализации. Кто-то travel-блогер, кто-то food-блогер, кто-то beauty-блогер. Кто-то там пишет только, например, есть такие блогеры, которые пишут на производственные темы и снимают только заводы, исключительно. Поэтому у каждого уже там появилась своя специализация. Раньше все писали обо всем, выставляли котиков, субботние сиськи, извините. А теперь уже появилась какая-то стратификация. И каждый подстраивается, и каждый понимает. Вы знаете, они сейчас как те слепые котята, которые тыкаются, что-то пробуют. Мне хочется это вывести на более качественный уровень, чтобы они понимали, что они могут делать хорошо, и для кого они это делают. Поэтому и там вебинары мы делаем, и семинары, когда рассказываем и о том, как писать, что писать, и как планировать, и для кого это делать. А у вас есть в голове какая-то модель идеальная вот этого блогер-сообщества? Может быть, на кого-то равняемся? Нет, нет, это, знаете, это эксперимент. Мне не очень нравится, когда я на кого-то равняюсь, потому что я хочу сделать так, как у этих, потому что все равно получается не то и не так. Ну, с Россией вообще так по-другому очень. Да, поэтому делаю свое маленькое уникальное дело. Спасибо большое, Татьяна, что нашли время, пришли в нашу студию. Напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Магера, знаток блога «Сферы», человек, который много лет занимается медиапроектами. Спасибо, Нина.